Здрасте, дорогие друзья, с вами вновь Казуку Фэмили, и в общем мы продолжаем следующую часть Ассасин Крит, вот, будем смотреть, что будет дальше. Приятного просмотра, все делайте чайочек-кофеёчек, погнали! Ну вот, и ещё пара монет в карман. Джонсон рассказал, в чём дело. Вам нужен как раз тот человек, который схватил меня. Его зовут Сайлес Тэтчер. Этот хлыщ — работорговец? Не обманывайтесь его манерами. Он отъявленный мерзавец и садист! Что вы знаете о его людях? Их больше сотни, и половина красной мудиры. Это всё из-за рабов? Э, нет. Он капитан королевской роты. Командует фортом Саутгейт. Нужно пробраться туда. Хм, дайте подумать. А пока... Я займусь последним рекрутом. Это Джон Питкерн. Я вас провожу. Да, в смысле ты проводишь? Ну, проводил меня. А что дальше? Зачем вы пришли? Новый рекрут. Новая полежка в костёр? Идите. Как вам это удалось? Вы забыли, сэр? Я подчиняюсь генералу Брэддеку. Когда не служу вам, конечно. Блин, красиво. На удивление. Так, и что нам делать? Алло. Чувак, ты будешь? Брэдер, вы дурак и предатель. Назовите причину, почему я не должен прикончить вас прямо сейчас. Вы собирались отчитываться? Или надеялись, что вас тут не заметят? Если позволите объяснить. Хо-хо. Да ради бога. Очень интересно послушать. Я не дезертир, сэр. Я здесь по приказу полковника Амхерста. Покажите письмо с его печатью. И, быть может, вас не повесят. У меня нет письма. Моя служба такова, сэр, что... Такие вещи не доверяют бумаге. Хейтен. Генерал Брэддек. Вероятно, я зря удивляюсь. Волки часто охотятся стаей. Мистер Питкерн отлучится лишь на пару недель. И вернется в пол, когда мы покончим с нашими делами. Явно весьма темными. Мало того, что мне буквально приказали отпустить Чарльза. Но о нем речи не было. Я его не отдам. Эдвард, послушайте. Мы закончили. Проводите их. И че нам делать? Этого я не ожидал. Ведь я когда-то звал его братом. Что теперь? Если мы вернемся, нас прогонят. Нам тут делать нечего. И им, к счастью, тоже. Идемте. Слежка, по-моему, что ли, да? Что вы задумали? Выкрасть Питкерна. Что? Увидите. Теперь, когда я подам знак, отвлеките солдат Брэдека и заманите их в тупик. Так. Интересная миссия должна быть. Куда же теперь? Может, в Мальборо? Нет. Там довольно жилье. Там Аббага. Алиэнстрит и Шипстрит. Да. Король поощряет образование в колониях. Указом короля в Нью-Йорке основа королевский коллег. Заходите, я все покажу. Вы удивитесь ассортименту моего скромного заведения. Так. Только здесь лучшие цены для экономных людей. У меня есть все, друзья. Таёп. Сам меня толкает, когда не надо, чёрт. Нет, ты, наверное, снятишь. Ммм, странно. Его сестра разумная девушка. Не из тех, кого влекла бы подобная авантюра. Да я не слепой, как бы, чувак. Всё нормально. Всем транспортным вопросам южного направления, включая... Эй! Вы все воры и негодяи! Будь проклята, ваша война! За ним! Так, а нам что делать? Так. А, здесь... Оставь его, Эдвард! Опять ты! Отпусти нас. И Джональд Питкерна тоже. Я не дам оспаривать мой авторитет. И я. Скандалы их всех! Зря ты, чувак, так. О, чёрт! Без подмоги никак! Парни, систи! Нет! Нет! Стрелять надумался, красавчик. Пока. Где там ещё черти? Ёппорес, это сколько вас тут? Чё-то вас, ребятки, нафигища. Дёргается чего-то. Попался, дружок. Ты был моим братом когда-то, и я не подниму на тебя руки. Но если мы встретимся снова, тогда пеняй на себя. Вы свободны. Предатель! Ну, ступай! Ищи с ними миражи! Надеюсь, ты вспомнишь меня! Надеюсь, вы неспроста учинили этот петлан. Чего вы хотите от меня? Я всё объясню по дороге. Вонючей яме! Так, а дальше чё? Чё? Да хрена толкаешь. Да всё. Вот гад. Совсем очешу ели. Да я понял, отвали от меня. Идиот. Так, чё там? Доступно. Простите. Я хотел спросить вас о Брэдде. Брэдде. Вы явно хорошо его знали. Когда-то Эдвард был одним из нас. И я считал его близким другом. Он был храбрый, смел, как редко кто бывает. Но всё изменилось после Берген-Обзома. Французы захватили крепость. Нам пришлось эвакуироваться. В порту был спрятан ялик, на котором мы должны были бежать. У пристани какой-то юноша стал умолять спасти его семью. Я согласился. Но Эдвард отказал. Юноша назвал его трусом. И Эдвард убил их всех. Даже детей. Я и теперь не знаю. Впервые он убивал так. Или я просто не замечал раньше. Так или иначе, всё изменилось. Мы ещё воевали бок о бок, но всякий новый поход был страшнее предыдущего. Он убивал много врагов, союзников, солдат и простых людей, виновных, невиновных. Неважно. Он убивал всех, кого считал помехой. Повторял, что жестокость всегда эффективнее прочих средств. Этот его девиз разбил мне сердце. Я не представлял. Он хорошо это прячет. И запугивает тех, перед кем обнаруживает себя. Те, кто упорствуют, обычно долго... Не живут. Его надо остановить. Да, вы правы. Так, окей. Не пойму я этого дела с Сайлосом. Чтобы отразить французов, Британия должна союзничать с индейцами, а не порабощать их. Сайлосу нужно только золото. И ему плевать, что это вредит короне. Пока у него будут покупатели, он будет добывать товар. Тем больше причин его остановить. Я довольно много общаюсь с местными. Пытаюсь убедить их, что только нам можно доверять. Что французы их используют, а потом бросят на произвол судьбы. Учитывая действия Сайлоса, полагаю, вам не очень верят. Я пытался объяснить, что он не из наших. Но он носит мундир. Командует фортом. Они верно думают, что я лжец или глупец. Или оба сразу. Не унывайте. Подарим им его голову. И они вам поверят. Что там, третий чувак, что ли? А почему медицина? Думаете, я скажу, что хочу служить людям? Да? Что выбрал эту профессию ради блага человечества? А это не так? Возможно. Но ты головной не это. Нет. Нечто более приземлянное. Я люблю деньги. Есть другие пути к богатству? Да. Но если товар лучше, чем жизнь, ничто иное люди так не ценят и не берегут. Когда человек боится внезапной кончины, никакая цена невелика. Это жестоко, Бенджамин. Это правда. Вы же клялись помогать людям. Или нет? Дал, но там не было ничего о цене. Я просто прошу честное вознаграждение за мои услуги. А если у людей нет средств? Значит, пусть им помогут другие. Разве пекарь бесплатно кормит нищих? А портной одевает даром женщину, у которой нет денег? Нет. А мне к чему? Вы сами сказали, нет ничего дороже жизни. Да. Тем больше причин позаботиться о средствах заранее. Ясно. Есть новости? Так, слухи. Ничего конкретного. Я знаю, вы же ищете что-нибудь необычное. Храмы всякие, духи, да прочая древняя пакость. Но... Пока мои парни ничего не накопали. Никаких безделушек на вашем... черном рынке. Ничего. Кое-какое скверное оружие, да награбленные побрякушки. Вы ж просили, чтоб светилось там, жужжало или еще что. Так вот, ничего такого нет. Не сдавайтесь. Ага. Вы мне оказали услугу, мистер. А я всегда плачу свои долги. Желательно втрое. Спасибо, Томас. Кровь да кусок хлеба. Уже спасибо. Не волнуйтесь, я все устрою. Мы тебе верим, чувак. Так. Проникновение в Саутгейме? Серьезно? Окей. Господа. Кажется, я нашел решение нашей проблемы. Точнее, Одиссей нашел. Ади кто? Новый знакомый? Греческий герой, болван. Позвольте объяснить. Мы пройдем форт Сайлоса, притворившись друзьями. Проникнув внутрь, мы освободим пленников и убьем Сайлоса. Хе-хе-хе-хе-хе. Хитроумно. Я за. Так. Тогда начнем. Сперва надо найти подходящий обоз. Мы его своруем, что ли? Я уже не помню. Когда у друга видел. Ну да. Захватить обоз. Обоз скоро будет здесь. Атакуем по сигналу. Все ясно, сэр. Если все рассчитаем, сможем застать их врасплох. Греческий герой. Я не могу. Ох. Я не могу. Сэр. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Блин, ну? Ё-моё. В смысле, отсюда стрелять нельзя? Тысячи извинений, господи! Да давай, перенаряжай быстрей. Столько нарядов-то осталось. Со мной немногие сравнятся! Чарнс, вы и Уильям в авангарде. Не подпускайте никого. А я что? Вы с Джоном следуете за нами по одоле. Будьте на чеку. Я дам знак, когда вы понадобитесь. Мы пришли помочь всем, кого держат в форте Саутгей. Развяжи. Только в форте. Иначе у ворот что-нибудь заподозрят. Тебя не тронут. Даю слово. Да, миссия интересная. Ты знаешь что-нибудь о лагере Сайлоса? Сколько у него там людей? Есть укрепления. Он, верно, тебя очень ценит, если послал за тобой целый отряд. Сэр, впереди противник. Мы атакуем? Нет. Пусть Джонатан и Томас все устроят. Как скажете. Ты мне не веришь. Жаль, хотя я вполне понимаю твою осторожность. Как знаешь. Хм. Прикольная миссия все-таки. Стой! Кто идет? Назовитесь! Где лейтенант Джонс? Что все это значит? Какой мрачник? Атакуем! Нет. Я ухожу. Хватит! Не хочу! Не бейте меня! Я ничего не сделаю! Чертовы псевые. Не подпускайте! Передавай привет костлявой! Субтитры делал DimaTorzok 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 так вот с третьим будет тяжелее о немножко геморрой на эту миссию выполнять что понять что-то встал на ящик-то все в порядке не кипишу привет еще и там серьезно так как не того завалить как я не смогу так завалить чувак иди сюда там еще какие-то гниды ходят ладно я смогу так смогу да ладно попробуем так еще один олень ходит а стоит лен так то просто когда мне вот этого надо завалить а ну иди сюда давай пока так последние были рабы нет я просто риторический вопрос неужели нельзя хоть час вести себя тихо нет стоило мне прилечь как вы тут же устроили здесь бедлам я требую объяснений и убедительных объяснений так что здесь происходит кто выпустил мой драгоценный товар безобразие безобразие я выясню чих это рук дело и полетят головы но сперва сперва разберемся с этим закрыть ворота тех кто попробует уйти убить плевать наших или этих убейте любого кто бросится к воротам вам все ясно значит а м с а и а а и а а все тебе у тебя есть еще шанс бежать хоть и небольшой а тем не обязательно помогать а че я туда побежал не понял вот его мое блять Как-то пройти, блядь. Я могу выстрелить! Чувак, я поздравляю, что ты можешь выстрелить. Мне вашего генерала надо убить. Я с этим разберусь. Назад, негодяй! Убить чужаков! Убить их всех! Все вперед, за орден! Это их командир! Убить его! Я тебя проткну, как слиньол! Вы кто? Я Хейтем Кеннвей. Мы не знакомы. Но, кажется, вы двое знакомы. Я дал слово Сайлосу, и я его сдержал. Хм. Хм. Субтитры сделал DimaTorzok Полагаю, не очень долго Окей Чё, теперь за этого, что ли? Прошло несколько недель с тех пор, как мы освободили Магавков Я надеялся, что их вождь пришлёт к нам своего гонца Но увы Мои люди скучают Они хотят знать, что дальше А у меня нет ответа Только линия сдаётся, как немалые шансы Бродит по улицам, по окрестным лесам Надеясь встретить кого-нибудь из тех, кого мы спасли В ту ночь там была женщина Это она увела других пленников Думаю, найдя её Я найду и ответ Так что Я жду Надеюсь Что скоро начнётся Настоящее дело Зима, по-моему, да? Зима Да Сокровище Толком ничего, короче, и нету здесь, да? Ну, бывает Ладно, я думаю, на этом мы закончим Эту серию Вот Спасибо, что смотрели Мы уже до зимы дошли В Ассасине Так что с вами был Казуку Фэмили, ребятки Всем до новых встреч Ставьте лайки Приглашайте друзей Всем удачи Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok